Как вы узнали о начале войны? О начале войны узнали мы рано утром. Все побежали в центр нашего района. И там председатель райисполкома Кошелев, забыл как зовут, он сказал, что беда в нашей стране, что война началась. Ну, конечно, плач, потому что тут же пошли и повестки, тут же и пошли добровольцы, и комсомольцы, и чуть ли не подростки. Все на фронт. Все думали, что война кончится быстро. На это надеялась, что быстро. А оказалось, что эта война очень трудная, очень кровавая, очень страшная. не только для нашей страны, а для западных стран, вообще для всего мира. Это была битва за жизнь, за жизнь. Потому что фашизм – это ужасно, это что-то... Вот как мы воспринимали в детстве, это что-то кровожадное, что-то страшилище какое-то двигается на нас, как какой-то серый потоп, какой-то ужасный, страшный. Вот как это мы дети воспринимали. Ну, а взрослые по взрослому воспринимали. На фронт, вот, и для фронта. Мы трудились для фронта. Всю войну, всю войну до конца, и даже и после войны еще прихватили. А какова была Ваша реакция, Ваших близких на начало войны? Ну, вот я говорю, что это было ужасно, что мои родные, папа с мамой, родные мои, там все они жили, знали, что нужно идти на фронт. У меня у папы было... Ну, папу-то оставили, чтобы он организовал партизанский отряд. А его братья Николай и Дмитрий погибли под Ленинградом. Они жили в Ленинграде, погибли под Ленинградом. Все вот у моих тетей, у тети Любы, у тети Марусь, у тети Шуров, всех мужей убили. Никто не остался. Вот, поэтому знали, знали, взрослые знали, что это ужасно. А дети тоже боялись всего этого, боялись. А что Вы думали тогда о причинах войны? Ну, знаете, мне было 10 лет, что там особенно думать я о причинах войны. А потом уже о причинах войны, что фашисты на нас напали, как же мы нашу страну бросим. Нужно врагов вышвырнуть с нашей Родины, с нашей территории. Вот как мы воспринимали то, что обязательно нужно освободить нашу Родину. Какими жертвами, средствами обязательно нужно освободить. Слышали ли Вы речь Молотова 22 июня 1941 года? Да. И какое впечатление? 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. И мы плакали. И что? Вот я и говорю, все собрались в райцентре, и там все это наше местное начальство объявило и понеслось. Все для фронта, все для победы. А слышали речь Сталина 3 июля 1941 года? Да. Да. Ну, как-то, знаете, речь Молотова мне запомнилась и народу. А речь Сталина потом, это по радио вот такие вот репродукторы сели. Вот. И как-то вот ярко мне эта речь не запомнилась. Мне лично. Расскажите, какая минута, день или события были самыми трудными, тяжелыми или опасными? Вы знаете, ну опасными что? Непосредственно у нас немцы не были, оккупации у нас не было в Красненский район. Вот. А вот что страшно, вот знали, что немец в Ельце, и что, ну мы же близко от Ельца, что мы можем попасть под оккупацию. Вот. Вся эта эвакуация, все эти стада, скота, все эти оборванные холодные люди, беженцы у нас ночевали. Ну беженцы там звали, а это эвакуированные люди, они же шли всех машинных дев, все на фронте машины были. Пешком шли, да повозки, дети, да мешочки там с одеждой. Ночевали у нас, бывало, чеи на полу лежат человек по восемь, лишь бы печка топилась. А печка у нас была железная с трубами, печка. Она хорошо разогревалась. Бывало, че, ведро прям ставим, накипятим, каких травок заварим, ну а хлеба нет у самих. Говорим, ну вот, ну молочка там забили мы. И все. Делились, чем могли делились. И между прочим, народ жил очень дружно. Никаких происшествий, чтобы кто-то где-то, кого-то обидел, ограбил, убил. Никогда. Никогда. Это, вы знаете, настолько патриотичен был народ от старой до великой. И детка совсем вот. И то бывало, что бабушки, уж ноги не ходят, сидят на завальнике, вясла, вяжут, чтобы потом снапы вязать этим, побыстрее урожай убрать. Ну все, вот от малого до великого. Патриотизм был, дай бог сейчас такого патриотизма. А какое событие запомнилось, как радостное? Ой, что вы, как радостный этот день победы. А как вы его встречали и где? Мы спали. Смотрим, стук в окна. Соседка прибежала и кричит, война кончилась. Опять все побежали в центр. Ну тут гармошки, откуда что взялось. Пляс и, конечно, слезы, вой бабий. Знает, что, ага, кончилась война, кого не убили-то вернуться, а их-то больше не вернешь, кормильцев-то. А у всех никак сейчас. У всех были четыре самые меньшие. А то шесть, вот пять-восемь человек, детей у всех. Как кормить, как воспитывать? Вот так что День Победы, это до сих пор у меня радостный, светлый праздник. Ну и как вот поется в песне со слезами на глазах. Полководцы. Кого вы, ваши товарищи, считали во время войны наиболее выдающимся полководцами? О, перед Константином Жуковым, О, Юрьев Жуковым, Рокоссовский, Рокоссовский, Конев и Жуков. Вот я лично, я вообще до сих пор, если где-то какая-то передача, что я тут же кидаюсь смотреть. Вот, одна посадка Жукова по площади, он на Параде Победы проехал. Это вообще исторический момент. А каково было ваше отношение и ваших товарищей к личности Сталина? Ну, знаете что? Ой, тогда не думали о критике Сталина. Тогда и не думали, и не смели думать, потому что дисциплина в стране была и в ежовых рукавицах, в сталинских и в ежовых рукавицах. Вот. И с одной стороны, а с другой стороны, знали, что нужно победить врага. Вот. И такие политические репрессии, вот эти все, отслаивались это на потом. А нужно победить врага. А потом уже, вот. А к Сталину я относилась как? Так же, как и сейчас, вот. Критически нельзя было с народом так поступать. Нельзя. Нельзя быть таким тираном народа. Вот. Вот так. На фронте были люди разных национальностей. Что, по-вашему, объединяло представителей разных народов? О-о-о. Вот это самое хорошее такое отрадное явление в нашей стране в войну. Это все национальности сражались и вот не считали, что это там, какой национальность человек. Это россиянин. Это вот из Советского Союза. А Союз это было нашей республики. 16, по-моему, было. Вот. Наши республики. И, боже мой, и никто даже не думал, казах да казах. Какой-то грузин да грузин. Не как сейчас. Грузин, а я-я-я от нас. Вот. Так что, вот с этой стороны было очень отрадно в стране. Никто не делил на нации нашу страну. Все были в одном кулаке. Трудились, победили, а потом трудились восстанавливать. Надо было все разрушено. Вся европейская часть почти была разрушена. Я строили разрушенный ГЭС. Вот. На реке Шапилева наша была. Она депутат Верховного Совета была. Вот там она организовала. Ну, опять носилки, только не снопы, а камни, кирпичи и понесли. Ну, шо. Зато свет свой получили. За железо, знаете, электрические лампочки. Мы прыгали до потолка от радости. А вы были ранены? Я нет. А я же на фронте не была и оккупации не была. Расскажите, как вы говорили, картошку выбирали и потом руки обожгли в воде? Да как. Ну, мы трудились, подростки, это было после пятого класса, с нашим классным руководителем Анастасией Ивановной. Ну, она, конечно, она, конечно, умерла сейчас. Вот. Вот к восьми часам собирались около её дома. И с нашим классом, всем, из боевых кто не придёт, все как один. Ну, что-нибудь похуже оденешь. И пошли. И вот, значит, где-то припозднился колхоз-то. Работники-то все на фронте. Вот. И, значит, собрались мы. Трактор перепахал, бороздок картофельный, картошку-то выпахал. А тут снежок, а где снежок подморозило? Ну, а надо? Надо, значит, надо. Нам сказали, надо. Всё. Вот. И мы начали выбирать. Крупненькую в одни мешки, мелкую. Это на колхоз, на семена. А крупненькую сдавали на фронт. Вот. И, ну, работали, работали уж темно, темно. И я им... Мешки грязные, тяжёлые, все в грязи. И, господи, сапожонки папины, в папинах сапожонках я была. Ладно, пришла домой, я говорю, мам, у меня руки ничего не чувствуют, чем мне погреть. Дай мне погреть. И она говорит, ой, да я тебе сейчас водички горяченькой налью. Налила в чугуночку, я опустила туда руки-то. Но не чувствую. А потом смотрю, вроде тёпленько-тёпленько. Потом говорю, что вынимаю, а у меня на руках-то пузырей. Я их обожгла. Я не чувствовала, как они обожгли, потому что я не знаю, как и до сих пор вот они болят. До сих пор надо. А расскажите ещё о бытовых трудностях. Ну, бытовые трудности, знаете что, бытовые трудности, они сейчас есть, бытовые есть, но тогда, самые главные бытовые трудности, это голод. Кушать было нечего. Единственное спасение было, это наш огород. И то не хватало. 12 человек садилось за стол. Сначала мама кормила детей, а потом уже взрослым. Вот, у нас было две комнаты больших, вот. И в сенцах спали везде. Вот, и у соседей так же. Ну, что там. Вот, на такую ораву мама принесёт. Помню, буханкой всегда почему-то уголок отрезан. Отрезан, значит, лишний. Вот, и вот мама даёт кусочек маленький хлеба и тёплой, горяченькой водички. Ну, забелит когда молочком. Вот. А второй кусочек из байбуха только к вечеру. Больше нечего кушать. И весной мы ходили в поле, где картошечка осталась. Морозовая она. Морозовая картошка. Это она уже морозовая. Она такая щуплая и посверху шкурочка. Вот насобираем. Придём, почистим эту шкурочку. Вот так вот. Вот, потом сушить. Она там из грестцой, картошкой. Потом толкли в ступе, сеяли в решете. Да, мама, ну, ложечки 3-4 муки какой-нибудь овсяной. Ну, что бы угадал. И вот такие оладушки пекла назывались тошнотики. От них тошнило, потому что картошка там, когда и с червяками. Что Бог дал. Ну, это и спасло. А потом уже работали мы в колхозе. Я получила ржи, полмешка, пшенички, тоже полмешка, проса. А мне нужно было уже идти в 10 класс. А у меня дядя будут не одеть. Думаю, и так. А бабушка у меня переехала, в Москву жила, у дяди Паши. Ну вот. И я, меня бросили в окно в вагон, потому что тут не сядешь. Люди бросились. А мне в окно. И мои мешки. И вот я на Павелецкий вокзал приехала, эти мешки наперевес, села там, стакан с собой взяла и продавала. И пшенцо, и эту. И насобирала денежек. Купила бабушке буханочку хлеба в гостинце. И селедку помнила. Есть хочу. Но, думаю, это в гостинце. И что, и тут же я насобирала, выручила денежек. И пошла и купила коричневого сатина, черного штапеля и белого штапеля, чтобы сшить себе форму. Вот. И фарточки. И приехала домой, сшила сама, мама раскрыла, машинка у нас была, сшила себе платьица стоящая, вон, есть у меня фотокарточка, вот, стоячим воротничком белым, фарточкой себе сшила. И мне учитель физики, Николай Иванович, эвакуированный, где-то с Украины он был, вот, говорит, вот, Сонечка, видеть-ка, вот какая, как гимназистка в старину. Ну, я была отличницей, он меня похвалил. И я была секретарь комсомольской организации в школе, а потом я была такой, ну, как вам сказать, смелый человек, вот, принципиальный человек. И меня взяли в райком комсомола работать. И я работала в райком комсомола, чтобы себя обуть, одеть, и только тогда я поехала в Елец, в педагогический институт и окончила его. Без помощи работала, значит, училась, ну, стипендии, конечно, получала. И была член по распространению научных политических знаний, вела комсомольский отдел. И вот там вот я комсомол в годы отечественной войны, комсомол там в годы отечественной войны, в трудовой фронт. Вот. И читала во всех вот, и на Валянина, я помню, в фабрике, на кондитерской, и в железнодорожном саду, и где это, везде. И мне, будучи студенткой, и мне две лекции бесплатные, две-три там, а две платные, мне платили по 75 рублей за лекцию. Этим я и жила. И окончилась тут, слава тебе, Господи. Вот так. А как вы оценивали то, что после войны с Германией нам пришлось воевать и с Японией? Вы знаете, что вот японская война у меня как-то прошла не то, я тут учёба, работа, и, знаете, как-то она у меня прошла не так ярко, и вообще в народе не так ярко, как вот отечественная война. Даже финская война и то для нас была ярче, чем японская война. И мы к японцам как-то, ну, японцы да японцы, добить, добить, добить японцев. И всё. Вот так вот. Какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передаёт атмосфера военных лет? Ну, это, знаете, такой широкий вопрос. Довоенные фильмы. Я даже... Или какой фильм вы посоветуете посмотреть молодежи? Фильм о войне. Фильм о войне. Что-то я и затрудняюсь. Мы когда во войну, во-первых, у нас негде было смотреть кино, потому что там были госпитали. Вот, потом, значит, ремонтировали. Потом не было аудитории, где смотреть. Вот. А смотрели мы потом Сиренада Солнечной долины, что-то такое вот, что нас отвлекало. Настолько мы настрадались за войну, что-то я сейчас... Ну, боже мой, и сердца четырёх, и как-то в три часа вечера, в семь часов вечера после войны вот эти вот фильмы. Ну, я уже забыла. Содержание это, может, я и помню, а как они назывались, я уже забыла. А произведения какого писателя вам понравились? О войне? Да. Ну, Борис Пылевой. Борис Пылевой. И вот сейчас я читаю, там Борис Пылевой силуэты, называется силуэты. Он описывает или город, или какого-то персонажа, и около него вот эти вот картины войны, и всё, я с удовольствием читаю. Борис Пылевой для меня. А как вы думаете сейчас, почему началась война, и как избежать угрозы войны для нашей страны в будущем? Ну, знаете что, это очень широкий вопрос. Он касается всего населения, земли. Чтобы был мир, ведь сейчас угроза войны, это в основном не людские потоки, должны друг с другом сшибаться и побеждать. Это атомная война. А тут уже люди, простые люди, мало что, значит. Значит, правители, значит, политики. Вот и как они поведут себя. И, может быть, вам ещё что-то хочется рассказать, добавить ко всему сказанному? Ну, что? Я добавлю, что, чтобы не взрывались атомные станции. Вот наращивание ядерного оружия, оно настораживает, конечно. Я хочу, чтобы никогда наши детки, внуки, правнуки не знали ужаса войны. Не знали. Чтобы они росли счастливыми, здоровыми, играли, веселились, а молодёжь учились, трудились и любили. Спасибо. Пожалуйста.